С каждым днём всё тяжелее. Родные 46 горняков, погибших на шахте Костенко, почтили их память. Сегодня исполнился ровно год после трагедии. Людмила Батюшкина также побывала на шахте. Родные и коллеги погибших шахтёров в 10 утра собрались у памятника на шахте Костенко. Ни микрофонов, ни речей не было. Люди просто плакали, вспоминая горняков, и возлагали цветы. Ты больше начинаешь скучать, больше тоскать. И каждый раз, приезжая сюда, я даже не езжу мимо шахты. Потому что ты вспоминаешь эти дни, ты вспоминаешь эти моменты, ты вспоминаешь это время, как мы сидели, ждали. Я ходила, где лежали лишние вещи, висели лишние вещи отца. Я ходила, обнимала эти вещи, я молилась, просила, чтобы он был живой, чтобы он хотя бы был целый. Потом уже, когда мы поняли, что на вторые сутки, что уже не достают давно живых, я просила хотя бы, чтобы он был целый. Я двое суток здесь просидела, да. А мой брат помогал опознавать тела. Мой папа проработал ровно 30 лет на шахте. С 18 лет он пришёл. Мы их проводили живых. Живые они ушли, они не вернулись. Каждым днём всё хуже и хуже от того, что ты осознаёшь, что человек больше не вернётся. Взрыв в подземных выработках 28 октября 2023 года унёс жизни 46 шахтёров. Это самая крупная авария за историю независимого Казахстана. Именно после этой трагедии руководство страны настояло на смене собственника. И на смену Лакшме Митталу пришёл Андрей Лаврентьев, а компания стала носить название «Кормет». Это наш родной дом шахта. Мы столько лет здесь отравили. Я 38, муж 40 лет, Дима 31 год. Это наш родной дом, наше родное место. Поэтому мы не можем ничего плохого говорить. И он всю жизнь любил свою шахту. На какую бы шахту ни посылали, на Саранску, на Кузенбаево, он сказал, лучше нашей шахты, лучше нашего места на Костенко нету. Шахта была остановлена, но уже в феврале Костенко продолжила добывать уголь. Новый инвестор обещает крупные вложения в будущем, но пока в этом году введена в эксплуатацию Центральная диспетчерская угольного департамента, которая ведёт мониторинг деятельности всех шахт, включая контроль датчиков газа, анализ состояния горняков и позволяет оперативно оповещать персонал в случае нештатной ситуации, а также предоставляет возможность прямой видеосвязи с шахтёрами на глубине до 700 метров. Введена в практику предварительная дегазация путём бурения скважин с поверхности перед проходческими бригадами. По словам руководства компании, это позволило снизить уровень метана в местах работ до 50%. 46 работников получили материальную помощь в размере 4 миллиардов 600 миллионов тенге. На проведение оповедальных мероприятий и покрытие затратных мероприятий было выделено 146 миллионов тенге. Также было выключено всем семьям по 10 годовых заработных плат в сумме 3 миллиарда 131 миллион тенге. Также были погашены кредитные обязательства семьи, у которых были кредиты банков второго уровня, на сумму почти 300 миллионов тенге. И также было разношение приобретения патентов на сумму 1 миллиард 307 миллионов тенге. Кормет обещает также оплатить учёбу детям погибших горняков. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.